Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прян, порталов Прян. Немножко нервничаю, вообще это не очень для меня характерно, все-таки вебинары мы проводим часто и перед камерой находиться тоже приходится, что называется, но сегодня у нас вебинар действительно необычный, я выступаю в не очень привычной роли, то есть высказываться о зарубежной недвижимости приходится часто, в том числе и на страницах Прян и в разных изданиях, но вот именно перед профессиональной аудиторией, конечно, реже, просто потому что профессиональная аудитория собирается в интернете, в том числе не так часто. И перед тем, как уже, собственно, начать нашу презентацию, начать рассказ о том, как мы видим рынок, какие итоги любопытные для его участников мы бы хотели зафиксировать и как бы определить. Я еще просто, готовясь к этому вебинару, поймал себя на мысли, что очень многие фразы, очень многие мысли, идеи я черпаю от вас, от тех, кто сейчас меня слышит, потому что, по большому счету, мы действительно с вами не просто в одной лодке, мы работаем вместе, просто вы чаще свои идеи обращаете к покупателям и к клиентам, те, кто интересуется недвижимостью, а мы к вам, продавцам недвижимости, риелторам и так далее. Сразу скажу, я постараюсь ответить, безусловно, на все вопросы, соответственно, вы в чате их можете задавать, но в чате есть мои коллеги и они тоже с удовольствием присоединятся к ответам на вопросы, так что какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте, постараемся на все ответить. Итак, поехали, итоги года и прогнозы на будущее рынка зарубежной недвижимости 2023-2024. Есть презентация, буду ее запускать, конечно, открылась с последнего слайда, начнем с первого. Итак, с чем мы сталкиваемся в последнее время и какие тенденции, мы говорим о русскоязычном рынке, вы поймете почему. Мы, в общем, всегда себя позиционировали не только как портал, работающий с российской аудиторией, хотя российских клиентов, российских посетителей у нас всегда было большинство. Но сейчас корректнее и с каждым годом все более корректно говорить о русскоязычном рынке. У нас традиционно сильные позиции на рынках с Украины, Белоруссии, Казахстана, ну, чуть в меньшей степени на других странах, где люди говорят по-русски, просто потому, что там и аудитория существенно меньше. Итак, все мы помним 22-й год, про геополитику здесь говорить не буду, она... Ничего, кроме печали не вызывает. Но в нашем рынке, на нашем рынке мы говорим о серьезном росте спроса, о гигантском росте спроса, который был как раз по вот этим геополитическим причинам. Конкретно в цифрах я покажу его через несколько секунд. Такой аномальный спрос, который был в 2022 году, и я даже буду, наверное, употреблять здесь слово не спрос, а интерес, он не может продлиться, не мог продлиться долго. И в 2023 году мы, безусловно, наблюдали, можно говорить о падении, я буду назвать все-таки слово успокоение, потому что падение, это означает, ну, в моей логике, опускание ниже определенного уровня, разумного, да, а тем не менее вот этого не произошло, и опять же в цифрах мы это покажем. Второй момент, с которым столкнулись и вы, ну, и мы тоже, часть именно покупателей, ну, в России, в Украине, в меньшей степени в Беларуси, уже оказались за пределами тех стран, где они постоянно проживали, по разным всем понятным причинам. И, соответственно, мы видим, что это заставило и нас, и вас пересмотреть, ну, принципы поиска клиентов, где их искать, где они находятся, где сейчас находятся те, кто заинтересован в покупке зарубежной недвижимости. Кто-то уехал в, ну, там, например, из России, называли цифру сейчас там около 600 тысяч человек, ну, скажем, таких много, и эта аудитория в значительной степени платежеспособная. Соответственно, мы этих людей начали искать в других странах. Ну, и, наконец, третья тенденция – это падение рубля, которое сначала безумный рост, потом безумное падение. Здесь я, наверное, покажу еще пару слайдов. Давайте вот с этого начнем. Вот по поводу доли запросов из России, это статистика Приана. Мы проанализировали, ну, условно говоря, у нас ежедневно там 20-25, ну, в удачные не 30 тысяч, в неудачные 15 тысяч уникальных посетителей. Ну, вот, соответственно, мы вот их всех собрали. Когда мы говорим про долю запросов из России, здесь важно подчеркнуть, что мы ориентировались вот именно в этой аналитике на показатель GeoIP. То есть компьютер, где программа считает, находится в данный момент человек. У нас есть еще другая статистика, она не сильно отличается по цифрам, но она, тем не менее, все равно тоже интересная. Мы оценивали номера, с которых люди пишут, но, видите, тоже, как бывает, человек уехал из России, скажем, в Турцию, начинает общаться с нами с турецкого номера, с территорией Турции, но при этом формально он все равно остается гражданином России. На какую цифру я бы здесь обратил внимание? Вот доля россиян, то есть тех, кто отправляет сообщения с территории России, она выросла в 22-м году и снизилась в 23-м. Выросла в 22-м в значительной степени осенью, даже не весной, а осенью после объявления о мобилизации. Там были несколько дней для нашей работы, я не скажу, какие-то были безумные. То есть мы не успевали обрабатывать те сообщения, которые к нам приходят. Собственно, от вас я тоже от многих частных беседок слышал примерно такие, ну, не скажу, что жалобы, но, по крайней мере, комментарии. Итак, в этом году доля запросов из России снизилась. Важный момент тоже, на который стоит обратить внимание. Про него, естественно, все знают, но вот отсюда, изнутри, общаясь с людьми, которые по тем или иным причинам, или просто живут в России, но при этом интересуются зарубежной недвижимостью, для них вот этот результат, связанный с колебаниями валюты, он действительно оказался шокирующим, особенно в середине 23-го года. Вот цифра была, ну, минимальный июль 22-го, несколько дней, я сейчас проверял, 57 стоил евро, а были цифры за 110, это вот уже август-октябрь. Здесь статистика и тенденция очень четкая. Она была раньше, она прослеживается сейчас. Любой жесткий скачок курса, под жестким, отговоря в течение нескольких дней или нескольких недель, двузначные изменения в процентах. Так было в 2014 году, так было в 2008, так было в 2018, так было в 2020. После резкого скачка на протяжении двух-двух с половиной месяцев потенциальные покупатели в массе своей присматриваются. И, собственно, это мы зафиксировали осенью, о чем тоже чуть позже покажу на отдельном графике. Итак, любой скачок курса, и этот год не исключение, это до трех даже месяцев некого ожидания. Сейчас, скажем, вот месяц-полтора прошли, потому что, ну, от сентября, когда вот начало октября, когда там рубль ушел за 110, уже все-таки практически два месяца прошли. И еще один момент, на котором бы я тоже сконцентрировал свое внимание, это всякие какого рода мрачные новости. Под мрачными новостями я подразумеваю, как правило, новости с мест. Самый характерный пример, он даже не из нашей сферы, но помните, наверное, некоторое время назад, хотя из нашей сферы тоже приведу, сколько-то года на четыре назад в Египте акула напала на человека. В этом году это тоже было, но вот в 18-м или в 19-м такое событие произошло. И туристическая сфера, и сфера недвижимости тоже встала на несколько недель. Просто вот этот страх, хотя понятно, что, ну, один случай в данном случае не показатель, но, тем не менее, это, это как бы свое влияние в любом случае оказывает. И в этом году из некоторых стран такие известия приходили, в первую очередь Турция, о которой мы тоже, естественно, поговорим, потому что, ну, это особое направление и для всего рынка, и для прианных в известном смысле бороды. Так, ну что ж, и важный момент, то, что мы всегда говорим, это цели покупателей зарубежной недвижимости. Подводя вот эту статистику, а мы проводим опросы с 2014 года, по-моему, да, по-моему, с 2014, нам в этом году 18 лет, соответственно, 10 лет, вот в конце каждого года мы подобный опрос проводим. Он у нас, мы формулировку опроса не меняем, и люди могут ответить только один раз, выбрать только один из пяти пунктов на самом деле. У нас есть отдых, есть инвестиции, есть переезд, и отдельные есть два подпункта, это покупка недвижимости для обучения и покупка недвижимости для упрощения получения визы. Вот здесь сам немножко удивился. Мне всегда казалось, что именно в последнем, с каждым годом резко растет доля тех людей, которые покупают недвижимость для переезда. Оказывается, вот если добавить людей, собрать в единый блок тех, кто и для обучения, и для получения виз, и для переезда приобретает недвижимость, эта доля всегда последние четыре года, ну, я не стал публиковать там 19-20, просто с неким временным лагом, это всегда 60% плюс, по крайней мере, исходя из довольно внушительной аудитории при Ана. Что мы замечаем последние два года? Это рост тех, кто покупает для инвестиций. Важно подчеркнуть, я всегда об этом говорю, 93% или 95% нашей аудитории, их интересует, что финансово будет происходить с их объектом и смогут ли они на нем заработать так или иначе. Но вот именно главная цель, как инвестиции, позиционирует себя примерно пятая часть нашей аудитории, и эта доля растет. Соответственно, снижается доля тех, кто покупает домик для отдыха. Здесь, в общем, логика более-менее вся понятна. Идем дальше. К чему же мы пришли? Давайте поговорим уже о 23-м годе. С чем мы столкнулись? Какие главные тенденции, которые, безусловно, затронули и нашу работу, и, безусловно, вашу? Как я уже сказал, мы в данном случае в значительной степени в одной лодке. Если мы говорим о большом росте спроса, вслед за ним последовала, как я уже сказал, значительная доля людей, которые переехали в другие страны. Многие из них начали искать способ там заработать. Далеко не у всех сразу была какая-то удаленная работа. И это привело к резкому росту числа участников рынка. Как сколько-нибудь профессиональных, так и совсем непрофессиональных. И, опять же, мы увидели это... Приведу, опять же, одну цифру. Вот сразу признаюсь, 100% за достоверность не ручаюсь, но мне это сказали весьма и весьма уважаемые наши коллеги, партнеры из Турции. В 2018 году, опять же, я думаю, что они вряд ли ошиблись в порядке. Они могли ошибиться в абсолютных цифрах, но сейчас поймете, о чем речь. В Алании было зарегистрировано около 400 продавцов компаний, возможно, сейчас и лица тех, кто работал официально, то есть компаний, связанные с покупкой нележности. В прошлом году это число превысило 3000 в моменте. Вполне возможно, еще раз, здесь важна даже не абсолютная цифра, хотя она сама по себе ужасная и, может быть, поэтому не до конца верная. Но мы, безусловно, увидели то, что даже компании, которые никогда не интересовались российским рынком, никогда не пытались найти клиентов с Украины, Беларуси, Казахстана, России, никогда, стали работать на этом рынке. Одновременно появилось огромное, которое я даже боюсь представить себе, число посредников, так называемых, поскольку борьба за клиента, клиент стал пожарнее, клиент стал более напуган, он стал, он стал, как бы, скажем так, более, сейчас найду нужное слово, он в моменте стал менее разборчив, вот так скажу. И мы на этих людей тоже обратили внимание покупатели. К сожалению, мы столкнулись с тем, что на рынке появились, условно назовем так, нечистоплотные игроки. Больше мы с этим столкнулись даже не столько на сайте, сколько, скажем, в нашем телеграм-канале, мы это просто видим, когда, ну, любое объявление, особенно в начале этого года, любое сообщение вызывало какую-то безумную реакцию со стороны, там, троллей, я уж не знаю даже, что это были за люди, но вот такой негатив, причем негатив даже не в нашу сторону, а просто, да, зачем нужна эта зарубежная недвижимость. Но при этом были и вполне профессиональные, яркие тенденции, которые показывают резкое увеличение числа игроков на рынке. Это лучше видно не на примере сайтов, потому что, ну, понятно, создать сайт, начать его развивать, это все-таки трудный, долгий процесс. Это лучше видно на примере выставок. Ну, я статистику привел. Итак, классически у нас там три основных игрока всегда были на выставочном сезоне, по крайней мере, если мы говорим о недвижимости в России. Еще год назад осенью было проведено там, по-моему, пять всего выставок, пять или шесть. В этом году их стало 12. Как бы слово как бы грустно или весело это не было, как бы плохо не работала каждая конкретная компания, каждый конкретный игрок, он все равно на себя какое-то внимание оттянет. Тут вариантов никаких нет. Соответственно, вот да, в таком мире живем, со всей этой историей работаем. Что мы еще заметили, это уже тенденция второй половины 23-го года. Все-таки рынок стал, ну, скажем, уменьшаться. Он стал уменьшаться как со стороны посетителей, безусловно, мы это видим, так и со стороны компаний. То есть попробовали, пришли, не получилось, ушли. Особенно те, кто начинал только-только-только. Итак, давайте теперь все-таки поговорим более важным, мне здесь кажется, даже относительные цифры, а не абсолютные. Итак, 23-й год, плох он или хорош? Мы сейчас имеем статистику по сообщениям от посетителей Приана за 11 месяцев, ну, соответственно, она по итогам 23-го года будет примерно на уровне, может быть, чуть хуже, весьма и весьма хорошего года 2019. Если же мы сравниваем статистику с 2022-м годом, да, это снижение, это снижение очень существенное, оно примерно в два раза, но это общая картина, значит, с 2020-го года мы чуть-чуть росли, и я думаю, если не случилось того, что случилось в 2022-м, мы бы имели тоже небольшой, может быть, чуть больше рост, потому что закончилась пандемия, но сейчас мы видим, что наш результат будет лучше 2021-го, лучше 20-го уж, безусловно, безусловно, лучше 18-го, но на уровне 2019-го года и сильно хуже 2022-го. Это совершенно очевидно. Смотрим дальше. Самый серьезный рост и, соответственно, самое серьезное снижение относительно прошлого года, сейчас, мы наблюдаем именно осенью. Да, безусловно, весна 2022-го, это был очевидный всплеск после 24-го февраля со стороны российских, со стороны украинских, со стороны белорусских и казахстанских покупателей тоже. Потом к лету ситуация немножко стабилизировалась, стала условно дерганной и после этого безумный рост. Безумный рост осени, который по сравнению с осенью 2023-го года, а напомню, в 2023-м году, ну, по крайней мере, российский рынок столкнулся еще с валютными изменениями, то есть недвижимость подорожала в полтора, в два, в некоторых странах в два с половиной раза в рублях для покупателей из России. И мы видим вот эту ситуацию, падение весьма и весьма существенное, вот здесь оно даже больше, чем в два раза. Середина ноября ситуация стала выправляться, но вот, например, октябрь, это было просто день и ночь, мы это прекрасно видели. Итак, в каких странах СИЧ были, в каких странах произошли наибольшие изменения? Я отдельно показываю слайд по Турции, причем показываю статистику приановскую и показываю статистику вордстата, вот Станислав на это тоже обратил внимание, здесь мы просто скажем, вот мы подвели, залезли в вордстат, яндексовский, статистика запросов недвижимость в Турции, то есть сколько людей набирали недвижимость в Турции, плюс-минус там еще что-то, какие-то слова, или просто этими тремя словами ограничивались. Так вот, опять же, здесь, к сожалению, цифры не очень хорошо видны, но падение по запросу недвижимость в Турции, оно было, по-моему, раз в пять. То есть эта цифра, ну понятно, что именно Турция в моменте выиграла, ну Турция в некоторой степени ОАЭ больше всего выиграла от ажиотажного спроса в прошлом году, сейчас мы это видим, то есть треть запросов по Турции у нас было в 2022, сейчас эта доля снизилась примерно до четверти, но при этом и снижение числа запросов, оно очевидное. Теперь давайте посмотрим конкретно по странам и Турции тоже коснемся. Вот эта таблица, она показывает, по сути, это, знаете, жесткое, четкое влияние геополитики. Хочу сразу обратить ваше внимание, мы сравниваем здесь показатели с 2020, всегда с 2023 годом, то есть не год за годом, а 2023 и относительно 2021 и относительно 2022. Итак, в большинстве стран, ну я сейчас называю условный топ, мои коллеги с удовольствием покажут статистику, такая она у нас есть, по всем странам, просто, ну здесь сколько упомянули, вот они основные, на какие цифры я бы здесь обратил внимание. Во-первых, если мы говорим о Турции, страна была закрыта в ковид наименьшее время, и, соответственно, уже в 2020, в 2021 году туда устремился значительный поток покупателей. И все равно по отношению к 2021 году статистика лучшая, кстати, это видно и по количеству продаж в принципе Туркстат работает лучше других. В прошлом году в конце года там 1400, 1500, 1600 было ступателей из России ежемесячно. Сейчас эта цифра все равно стабильно больше 700. Понятно, что среди них значительная доля тех, кто уже находится в Турции, но все равно есть и те, кто ищет из России, мы это тоже видим. Безумные цифры Таиланда и Индонезии, особенно в сравнении с 2023 годом, они понятны. Вот тут как раз ковид еще играл свою роль и, в общем, может быть, кто-то и покупали, безусловно, были сделки удаленные, мы об этом подробно говорили, но вот рост в 5 раз, в 4 раза и продолжение роста небольшое в этом году, ну, я просто привел цифру в 500-400, просто всем напомните ковиде, потому что понятное дело, что речь шла от, ну, динамика была от десятков сообщений до сотен, и поэтому такой результат и получился. И опять же, все-таки на что обращу внимание, за исключением европейских стран результаты 2023 года лучше, чем результаты 2021. Они хуже и существенны результатов 2022, но по сравнению с 2021 в массе свои результаты неплохо. Безусловно, здесь я не показал, особенно во второй колонке, безусловно, есть существенное снижение интереса по сравнению с 2021, с 2020 годом Германия, Чехия, Финляндия, я, кстати, нет, но об этом тоже поговорим отдельно. Безусловно, есть снижение в Болгарии, мы это видим, и объяснение, безусловно, простое, и предложение стало меньше, многие компании из этих стран не работают, ну, или по тем или иным причинам не знают, как сейчас работать с россиянами, которые составляют значительную долю нашей аудитории, но тут уж вот как есть, да, эти цифры весьма, весьма, весьма характерны. Смотрим дальше. Перед тем, как перейти к следующему нашему блоку, ключевой вопрос, ситуация улучшается или нет? мы говорим о важном критерии, связанном с валютой, с тем, что происходит, то есть, у нас есть два момента, есть геополитика, есть валюта, собственно, то, что сейчас в первую очередь определяет ситуацию на рынках, точнее, интерес русскоязычной аудитории. Мы стучим по дереву, деревянный стол, он не виден, но поверьте, он деревянный, мы видим, что ситуация, надеемся, что вот именно октябрь, начало ноября, это была такая определенная низшая точка, когда совпало большое количество факторов. База сильная прошлого года, осень, в данном случае, в 2023 году, это не самый такой важный критерий, но обычно осенью всегда выбирали меньше, чем летом, всегда выбирали меньше, чем весной. Ну, тут он тоже сыграл свою определенную роль. Мы видим, что, ну, по крайней мере, до конца марта 2024 года с российской валютой ничего уж сверх страшного произойти не должно. У нас в стране, как вы знаете, будут выборы, да, и, вроде, геополитика говорит о том, что они не должны позволить рублю куда-то уж сильно упасть. и, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что значительная часть нашей аудитории уже находится за пределами России. Второй момент, мы понимаем, что благодаря вам, благодаря нашей с вами мощной коллаборации, мы имеем потрясающий продукт. Продукт это объявление, это предложение о продаже недвижимости за границей. И еще 4 года назад, точнее, это произошло 6 лет назад, но 4 года назад, наш генеральный директор сказал, ребята, нам нужно более плотно выходить на зарубежные рынки, не русскоязычные. Сказано, сделано. Мы 4 года назад, в 2018 году, запустили проект Priam Info. У нас была англоязычная версия на Priam.ru, но особого эффекта она не давала, и наши специалисты по SEO, по продвижению сказали, нет, нужен отдельный портал, и мы его сделали. По большому счету, он в значительной степени является копией портала Priam.ru, и за тем лишь исключением, что все-таки наша редакционная, у нас там есть материалы и статьи, но просто их несколько меньше, все-таки мы умнее, лучше, точнее на данный момент до середины 2023 года писали в основном на русском. Хотя у нас, скажу по секрету, есть очень сильные профессиональные ребята, которые пишут на английском, на арабском, на японском, кстати, но просто японский рынок это пока об этом чуть-чуть позже, скорее всего, уже даже не на этом вебинаре. Итак, что можно сказать о нашем портале Priam.info? Мы запустили его в 2018 году, как я уже и сказал. Мы им занимались, 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 и при этом понимая, что до где-то середины этого года мы своими силами справлялись с Priam.ru, и задач было очень много, но последние четыре месяца мы активизировали очень серьезно работу по Priam.info, что вылилось и в увеличение посещаемости, и в конверсии. Дело в том, что поскольку статей у нас там меньше, на Priam.ru часто приходят люди, будем объективно, в основном почитать, познакомиться, а уж потом когда-то поискать. Такие граждане есть. А вот Priam.info, там есть статьи, подчеркну, но их не так много, доля их не столь велика. И вот уже в декабре 2023 года мы чуть-чуть улучшили показатели ноября, но вот у нас добиваемся результатов 4000 посетителей в день, да, это в 5, иногда в 6, иногда в 4 раза меньше, чем на Priam.ru, но тем не менее для нас это важный момент, связанный в том числе и с тем, что, как вы все, наверное, знаете, проекты, которые имеют там .ru, да, и которые работают на русскоязычном рынке, имеют очень понятные возможности, весьма ограниченные возможности в продвижении, да, то есть как можно их тоже легальным образом обходим, но что есть, то есть, тут чудес не бывает. С Priam.info такой истории нет, тем более, что мы уже там три года как по сути группа компаний Priam и финансово и юридически и фактически по всем направлениям мы работаем очень активно и успешно, у нас есть офис в Казахстане и люди там у нас работают, ну и не мне вам рассказывать, собственно, я думаю, что с казахстанским офисом, те, кто активно с нами сотрудничают, работают и в финансовом смысле, но суть сейчас не в этом. И так мы уже получили хороший результат, который готовы отдавать вам и уже многим компаниям отдаем. Откуда посетители? Это важный момент, лучше всего у нас получается почему-то работать в США, то есть, это американская аудитория, на втором месте Великобритания и Германия, дальше Турция. Хочу подчеркнуть, что Priam.info, это я как-то сразу не сказал, возможно, не все знают, это портал англоязычный, а точнее мультиязычный, потому что сейчас там есть испанский язык, немецкий язык, английский, испанский, немецкий, французский, и в ближайшее время мы еще запускаем туда итальянский. Хотели сделать китайский, боремся в этом направлении, но не так там все с этим просто. Итак, более подробно в деталях мои коллеги с удовольствием, если нужно, дадут статистику, чтобы было понятно, откуда приходят люди. Общались недавно с компанией из Кипра, я имею ввиду государство, Южный Кипр, вот их, например, интересовало, у них было довольно много обращений с Канадой. Ну, не скажу, что Канада у нас в каком-то поборе, но она там, условно говоря, в топ-10 входит, но при этом, опять же говорю, американцев сильно больше. И важный момент, а где же все это время искали, куда сообщения присылали, на какие страны? Вот здесь статистика для нас, скажем так, мягко неожиданная. Да, Финляндия для нас всегда была, может быть, потому что изначально наш офис находится в Петербурге, это близкие, родные нам края, и мы очень болезненно переживаем все, что происходит и на границе сейчас, но будем надеяться, что исправится. Ситуация, ничего вечного в этой жизни не бывает. Так вот, Финляндия, Черногория, Турция, Грузия. Собственно, вот к этим странам мы видим наибольший интерес, причем, ну, я скажу, что, когда приходило там два-три сообщения в день, ну, любая такая статистика смотрелась бы откровенно убогой. Сейчас речь идет все-таки уже десятка запросов, и, соответственно, мы видим, что не так много есть порталов, ориентированных на зарубежных покупателей по всему миру. И здесь у нас есть, благодаря вам, опять же, подчеркну, очень сильная информация. А информация, это, собственно, ваше предложение в первую очередь. И именно это направление мы сейчас активно развиваем. В том числе появляются статьи, мы размещаем и будем размещать баннеры. И именно поэтому вот welcome, я думаю, что здесь может уже получаться весьма и весьма сочный, весьма солидный результат. Ну, что ж, про прям инфу рассказал, несколько хвалебных слов произнес, теперь давайте немножко подумаем. Канадцы долго думают, ну, к сожалению, многие сейчас долго думают, те, кто думают быстро, вот в 22-м году многие думали, у кого получилось, у кого нет, не слаб. Ну, спорить, да, тут бессмысленно, все правильно. Мысль такая. Итак, давайте несколько слов о том, а как же мы, собственно, решаем эту задачу. Первое, что мы делаем, что мы делаем очень-очень активно. Первое, не по масштабам вложенного труда, не по значимости, а просто. Итак, проект Priam.info. Англоязычная, франкоязычная, испаноязычная, русскоязычная аудитория, которую мы также приглашаем. Что мы делаем для аудитории русскоязычной? Как я уже сказал, в некоторых, там, скажем, поисковых системах, например, если вы в России заходите в Google, да, например, там, ищите что-то в Google, там, первых рекламных объявлений нет. Не скажу, что нас это сильно радует, хотя, в каком-то смысле, для нас это неплохо, поскольку в поисковой выдаче мы традиционно, ну, на лидирующих позициях по ключевым запросам, и поэтому, ну, как бы, на первом месте, на первом месте мы и есть, но от рекламных компаний мы ни в коей мере не отказываемся, просто мы их делаем на русскую уязычную аудиторию не всегда в России, и, опять же, с октября мы их резко в финансовом смысле усилили, то есть мы стали вкладывать гораздо больше, и я думаю, что по Испании, по Таиланду, по Болгарии наши коллеги могли увидеть результат. Сразу скажу, предвосхищая возможный вопрос, мы, безусловно, столкнулись в октябре, это было, с большим количеством спама, с кликиванием, с появлением сообщений от непонятных людей, такая проблема у нас была, стучу по дереву, опять же, я очень надеюсь, что к ноябрю мы эту проблему решили, в первую очередь это касалось Болгарии и Турции, но будем надеяться, что, в общем, задача наша локально будет в этом смысле решена, с точки зрения спам. Дальше, наши возможности по СММ, ну, давайте так, я уже на следующий слайд перелистну, потому что СММ и редакция не заслуживают отдельного слайда. Начну с, ну, вот здесь все и по СММ, и по редакции, в чем, собственно, изначально, когда Приан создавался 18 лет назад, мы сразу сказали, что мы хотим быть СМИ, не в том смысле, что нам нужен значок из трех букв, нам нужно рассказывать, мы хотим писать, мы хотим информировать, и мы это делаем. Вот у нас спрашивают, сколько у нас штатных сотрудников, тоже такой вопрос. У нас в редакции постоянно работает 8 человек, и мы много сейчас работаем над продвижением наших статей, в ближайшее время мы и в этом смысле тоже будем расширяться, просто понимая, что информация обновляться должна сейчас с гораздо более высокими темпами, чем мы это делали раньше. Ну, просто потому, что каждую неделю, каждый месяц приходит что-то новое, а мы очень много различных направлений в свое время открыли для себя, закрывать их не хочется, соответственно, приходится пахать, и здесь, кстати, ваша помощь нам безумно цена, когда просто очень часто не самые громкие, а такие, может быть, средние руки новости до вас доходят, вы просто живете в этом, поэтому отправляйте их нам, сообщайте, информируйте, мы будем в контакте с вами, общаясь с вами и обновлять, и информировать, и в хорошем смысле слова прославлять вас, людей, которые в курсе, которые в теме и так далее. Сейчас мы, наш результат более 5000 просмотров в день по статьям, в сумме был результат существенно больший, в тучные годы мы достигали и показателей в полтора, в два раза больше, но и этот результат нам кажется вполне достаточным, с учетом того, что мы сейчас находимся в этой сфере, в том числе в стадии обновления. Эффективно то, что мы предлагаем и готовы работать совместно, и очень многие воспользовались, я говорю и о рекламном, то есть платном общении, и о разных свободных форматах, о которых тоже в отделе по работе с клиентами вам, безусловно, расскажут. Телеграм. Почему Телеграм? Ну, во-первых, он более всего вырос, во-вторых, мы видим и кажется, вот работая последние два года, нащупываем и продолжаем, проводя эксперименты, добиваться определенного результата. Вот где он стопроцентно есть, мы это знаем, мы очень плотно работаем с нашими коллегами с выставочного рынка, мы через Телеграм очень успешно нагоняем поток людей, поток потенциальных клиентов на выставке, это есть. Очень успешно на вебинары, очень успешно на иммиграционные программы. С объектами у нас есть очень успешные кейсы, есть нормальные, есть ниже среднего, именно поэтому здесь мы и предлагаем какие-то определенные решения, определенные кейсы на том опыте, который у нас уже есть. а 22 тысячи посетителей, это на нас, для нас неплохой результат, как вы знаете, Телеграм постоянно требует некой подпитки, да, это не органический трафик туда привести не так просто, но работаем и в этом направлении тоже. Навершение пирамиды наших возможностей, наши спецпроекты и выпуски новостей, то, что мы делаем в Ютубе. Ну, про спецпроекты я скажу так, когда говорят об эффективности спецпроектов, а какие они, у меня лучший ответ на этот вопрос, то есть, как я его себе вижу. Понятное дело, что когда мы говорим о творческом продукте, он в определенной степени имиджевый, безусловно, но практически все компании, которые делали с нами один спецпроект, они потом делают второй, третий и четвертый. С Грецией, с нашими коллегами из Словении, с нашими коллегами из Турции мы делаем такие проекты. Это сложная работа, не столько для нас, сколько, в первую очередь, для вас, потому что это не просто размещение объявлений, оно все-таки требует, понятно, меньших усилий. Здесь у нас, в общем, условно открыты для нас, благодаря тем возможностям, которые есть, тех людей, которые эти проекты делают, более-менее открыто путешествуют по миру, мы приезжаем, мы снимаем, мы закрепляем за участниками этих проектов статус безусловных экспертов рынка, и спасибо большое за добрые слова о нашем телеграм-канале, и мы работаем по этим спецпроектам, это действительно такая наша как бы фишка, причем мы прекрасно понимаем, что есть очень много серьезных, качественных каналов, коллеги из Турции, коллеги из Таиланда делают фантастические совершенно штуки на YouTube, но при этом наш вклад, он не как бы не столько конкуренция, сколько, а еще и, с учетом того, что все-таки у нас много-много красиво смотрят. сделайте, какие слова-то, боже мой, щи, с, ви, x, l, x, импорт объявлений, ну вы спросили об этом человека, который даже терминов таких не знает, но мои коллеги точно знают, ребята, напишите, вы знаете, что это такое, потому что для меня это немножко темный лес, вот YouTube, я понимаю, коллеги, которые именно в этих терминах, в этих терминах разбираются, это прям здорово, сделаем, надеюсь, это все возможно. И отдельный момент про YouTube, который хочу сказать, значит, с начала 2023 года мы запустили выпуски новостей, сейчас мы все расширяем, 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 в выпусках новостей это 3, 4, иногда 5 главных событий недели, думали делать их чаще, не надо чаще, пытались, все-таки, новости зарубежной недвижимости, это не столь, не сверх востребованная сфера в глобальном масштабе, но раз в неделю мы работаем и ваши комментарии мы готовы активно использовать, поэтому будем рады, эта штука работает, безусловно, и плюс к тому у нас сейчас есть специальные предложения в рамках вот этих новостных выпусках, мы готовы представлять конкретные ваши объекты, вашу недвижимость, но как правило речь все-таки идет о новостройках, потому что это более востребовано, более понятно, как об этом говорить, как о чем-то новостном, итак, про YouTube сказал, выпуски новостей плюс спецпроекты, и вот здесь мы не написали, мы сейчас с вами находимся на вебинаре, это тоже наш такой золотой фонд, наш золотой продукт, мы проводим вебинары, безусловно, и фантастический рассвет, когда мы пригоняли по 150-200 посетителей, пришелся на какое время, 3 секунды на размышления, безусловно, вы угадали, это был период начала ковида, то есть там было какое-то безумие, мы вебинары проводили каждый день, люди сидели, люди интересовались, сейчас таких цифр нет, я скажу средний показатель, у нас там около 100 человек, 100-150 могут регистрироваться, мы вебинары, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, все очень сильно зависит от стороны, от темы, и напомню, что контакты людей пришедших мы вам передаем, это контакты с телефонами, это представление ваше, это весьма и весьма эффективный инструмент, еще что говорит о его эффективности, как и в случае с YouTube, как правило, компании, один раз проведшие с нами вебинар, приходят и второй, и третий, и четвертый, к сожалению, мы же тоже хотим зарабатывать на всем, на вебинарах нельзя частить, то есть, когда мы делаем каждый день, каждый день, каждый день, могут быть ситуации, когда просто аудитория немножечко исцыхает, скажем так, именно поэтому мы все-таки такой динамики сейчас себе, сверхдинамики сейчас себе не позволяем, кроме того, это очень серьезный, важный, такой масштабный труд, опять же, вместе с вами, то есть, вебинар, это не просто вопросы, которые задает ваш покорный слуга вам, это нечто гораздо более масштабное, вот, вот, что мы делаем, да, то есть, мы вкладываемся в наше собственное продвижение, мы хотим, у нас хорошая доля рынка, мы по-прежнему ведущий, мы крупнейшей посещаемости портал зарубежной движимости, у нас хорошие данные в поисковой выдаче, но мы на этом не останавливаемся, понимая, насколько сильно расползла сейчас наша аудитория, в общем, работаем дальше, продвигаемся через приан.инфо, делаем в соцсетях, в телеграме, ютуб, наше все, закрывать ютуб никто не планирует, пишут, да, вроде не планируют, качество контента падает. Очень понятно, безусловно, туда устремились многие, там, соцсети самые-самые разные, это относительно легко начать там работать, и поскольку там относительно легко начать работать, я сейчас не говорю про качество, соответственно, и уровень профессионализма естественным образом снижается. Любой человек может сделать свой канал в телеграме и начать работать. Любой человек практически, ну, после там определенных действий, может начать себя в телеграме рекламировать. Естественно, у нас это легко делается, мы понимаем, что если достучаться до конечного пользователя, до конечного покупателя относительно нетрудно, то и качество само по себе снижается. Мы стараемся работать качественно. Безусловно, у нас тоже бывают и косяки в редакции, которая работает без ошибок, эта редакция не работающая, но мы считаем, что у нас хороший, я сам в первую очередь покажу редакции приан, я могу гордиться людьми, которые у нас работают, и огромное спасибо вам тем, кто работает с нами, потому что информация это информация от вас, и мы всегда призываем, информируйте, обращайтесь, мы с огромным удовольствием, с огромным удовольствием привлекаем вас, наших партнеров, наших клиентов, потому что вы о недвижимости знаете гораздо больше, гораздо глубже, гораздо тоньше. Так, ну что ж, 46 минут проговорил, давайте несколько слов о том, что мы будем делать дальше. так-то есть? Что мы будем делать, и чего мы ждем от 24-го? Итак, как я уже сказал, есть два основных пункта. Есть история, связанная с геополитикой, есть история внутренняя. Внутренняя, я с одной стороны скажу, она российская, но опять же, возвращаясь к слайду, с которого мы начинали, людей, которые отправляют сообщения, находясь на территории России, так компьютер будет, понятно, есть, делаем скидочки на VPN и так далее, 40 процентов, да даже если 50, все равно это означает, что половина, они, они, что называется, уже у вас, и мы их отлавливаем, тем не менее, геополитика, с одной стороны, это история, что разрешат и как ограничат, в том числе и со стороны европейских стран, отдельно скажу, что, например, резкий взлет, геополитика, это в том числе и такие весьма локальные события, резкий взлет интереса к зарубежной недвижимости пришелся после истории с Пригожиным, это конец июня, в моменте 30-40 процентов полторы недели количество сообщений росло, потом оно вернулось к обычному состоянию, к обычному настроению, если мы говорим о нестабильности рубля, напоминаю, еще раз вот этот момент, мы его, нигде его невозможно зафиксировать по секундомеру, просто скорее по ощущениям, как только резкое падение рубля происходит или он скачет туда-сюда, там плюс-минус 4-5 рублей или там 10 рублей на протяжении недели, это все равно в моменте резко, мы сталкиваемся с тем, что люди зажимаются, причем, кстати, к российской недвижимости это не всегда относится, мы там косвенно за ней тоже следим, вот здесь не так, люди скорее бегут покупать, спасать свои кровные, а так, с учетом опять же того, как усложнились переводы, как удорожали переводы, это тоже момент такой весьма-весьма важный, на что бы мы еще обратили внимание, статистика от наших коллег из компании Авито, я ее услышал, правда, на вебинаре по российской недвижимости, но она на меня произвела такое ошеломляющее впечатление, она заключалась в следующем, 25% написанных обращений компаниями не обрабатывается, не говорю про вас, упаси Боже, ни про кого конкретно, просто, это тоже важный момент, мы знаем, что в некоторых случаях сообщения уходят и не обрабатываются, это то, на что хотелось бы обратить ваше внимание, о чем бы хотелось попросить. Один момент, делали спецпроект по Турции, находился в Турции, общался с коллегой одной, она смотрит на телефон, говорит, о, сообщение пришло от Прян, мне так стало приятно, думаю, ой, как здорово, говорю, а как вы поняли, по почте пришло, да, она говорит, не, по почте мы уже, ну, не то, что не работаем, ну, как-то нет, почта это не то, ватсап, телеграм, вот, а я говорю, как вы поняли, что сприан, они говорят, а у нас просто отдельный номер выделен, они работают так, и еще раз, я не призываю никого выделять там отдельные номера, просто обратите внимание еще на этот канал связи, то, что мы слышим от людей на выставках, а мы участвуем в выставках, у нас стенды есть, не то, что люди боятся писать, но какое-то определенное опасение, недовольство, оно есть, то есть, вот, написать напрямую через сайт, к сожалению, некоторые опасаются, то ли они боятся, что мы куда-то сливаем всю эту информацию, то ли просто не хотят, то ли просто хотят сразу выйти на вас, и, кстати, вот год назад агентства даже не прижаловались, потому что, ну, всем же нужно было срочно, всем же нужно было вчерашним днем, и, соответственно, люди прям вот активно, активно, активно звонили, и это было прям, прям напряженно. Итак, я не хочу быть, показаться излишним оптимистом. Мое ощущение, моя надежда, что спрос, который по сравнению с 22-м годом снизился, дошел до определенной, ну, такой, низкой точки. В России огромное количество обеспеченных людей. В Казахстане, в Украине, в Беларуси, их меньше, но их там тоже хватает. Квадратный метр в квартире, условно, в Петербурге, стоит 2-2,5 тысячи евро. Квадратный метр в Москве стоит 2,5-3 тысячи евро. В сумме Москва и Петербурга, я не говорю сейчас даже о других городах страны, это 20 миллионов населения. Понятное дело, что есть те, кто никогда не будет покупать зарубежную недвижимость, не про них сейчас говорю. Спрос есть. Люди больше, чем раньше жаждут не точечного, а объемного решения. Люди хотят, чтобы их сопроводили от А до Я. Криптовалюта тащит, напиша Джон. Джон, с одной стороны, вы правы, с другой стороны, я прекрасно понимаю, я сам интуитивно очень боюсь неизвестных мне вещей, для меня оплатить куда-то криптовалюту, это сложно, но если вы или ваши партнеры налаживаете процесс, это дополнительный бонус, дополнительное привлечение к вашим объектам, просто не через объекты, а через дополнительную возможность, которую вы открываете. То же самое, я прекрасно понимаю, далеко не в каждом штате, далеко не в штате каждой компании есть юрист, но это и не важно. важно, чтобы вы могли порекомендовать человека, который поможет совершить сделку и который, это очень важно, который поможет в России, потому что я, например, очень часто сталкиваюсь и по понятным причинам общаемся с вами и да мы вас сопроводим, да все нормально, но у человека нет понимания, а как здесь-то ему действовать, как ему действовать у вас, там вы его встретите, будете холить, лелеять, все здорово, как здесь, это очень-очень важно. Ну, если у вас есть там какие-то вопросы, можно уже задавать их или моим коллегам просто написать напрямую, я, что касается курсов валют, если бы я был хорошим предсказателем, да, то я бы уже стал миллиардером, ну, не миллиардером, миллионером, так уж точно, в прошлом году бы красиво поиграл бы, продал все, что у меня есть, сдавал бы кровь, зарабатывал бы рубли, перекладывал бы в валюту, когда она стоила 57, а потом бы на 105, ух, как бы я заработал, но, увы, не силен в этом, тем не менее, мне кажется, еще раз повторю, что нестабильность или стабильность рубля, она определяется внутренней конъюнктурой и экономикой, безусловно, но и конъюнктурой, соответственно, я предполагаю, что до конца марта, и об этом, кстати, не ссылаясь на некие аналитические прогнозы, а на экономические, а просто так рассуждая, говорят многие банкиры, по всем существенным прогнозам говорят, что ничего с рублем особо такого и не произойдет, я в это, честно говоря, не очень верю, я думаю, что плавное снижение будет, но, что очень важно, зарубежная недвижимость, и мы эту мысль, в том числе и с вашей помощью, постоянно продвигаем, она, безусловно, является способом заработать деньги, но в значительной степени и сохранить, все вы, особенно, кто работает в европейских странах, прекрасно знают всю историю и все трудности, которые связаны с открытием, с хранением денег, как денег, в банках, если у тебя есть только российский паспорт, да и не только всякие случаи бывали, с недвижимостью, слава богу, проще, вот этот актив у меня есть, вот этот актив я храню, именно поэтому, мы на этом тоже будем делать акцент, и мы так, позиционируя эту идею, продвигаем себя и в первую очередь вас, посему, я за геополитику, вот так глобально говорить вообще боюсь, за геополитику я последнее время молюсь, да, с прошлого года, я уже перехожу к совершеннейшей импровизации, надеюсь, меня коллеги мои не осудят, я просто в завершении уже, наверное, нашего вебинара, чтобы вас тоже долго не задерживать, рождественский хлопот, это очень здорово, вот вы очень часто, общаясь с нами, общаясь с клиентами на выставках, я просто слышу эти фразы, говорите, такую идею я никогда не понимал, общайтесь с теми, кто давно на рынке, я думаю, ну что за тривиальность, а что новички, что плохие, ничего подобного, и вы прекрасно понимаете, что есть компании, совсем недавно вышли на рынок, круто работают, тут, мне кажется, логика немножко в другом, конечно, общаться с проверенными компаниями это нужно, но вот мы работаем на рынке 18 лет, и не то, что мы ничего другого делать не умеем, но с одной стороны, мы себя, ну как бы, зарекомендовали, мы работаем в этой связи, в этой сфере, а с другой стороны, мы, мы, очень, не любим, когда что-то плохо, и когда что-то плохо у вас, мы, для нас это ужасно, это, это просто кошмар, мы не можем, если бы мы могли, мы бы, естественно, обеспечивали сочными, крутыми, заинтересованными, позитивными клиентами вас, всегда, постоянно, всех в огромных количествах, мы работаем на очень нестабильном рынке все эти 18 лет, но тот факт, что вы с нами, что даже тот факт, что вы пришли на этот вебинар, для нас подтверждение того, что мы это делаем не зря, и мы очень хотим вас, в первую очередь, поблагодарить, и еще раз подчеркнуть, мы готовы лезть из кожи вон, чтобы делать для вас больше и больше, что-то одно не получается, давайте пробовать другое, по ценам на Приан.Инфо, ну, в чате мы выкладывать не будем, я думаю, что просто коллеги напишут, расскажут, они меньше, чем на Приан, причем существенно, просто потому, что аудитория пока еще все-таки не столь велика, мы стараемся обеспечивать результат и обеспечиваем его, да, к сожалению, не всем, именно поэтому мы получаем, в том числе и претензии, что вот мы разместились, а результат не пришел, мы все равно, что-то меняем в нашей работе, мы стараемся, мы меняемся вместе с рынком, ищем, в том числе посетителей и клиентов для вас, и мы хотим еще раз обеспечить всем вам результат, не стесняйтесь обращаться, чаще спрашивать, пользоваться нашими информационными продуктами, большая часть которых, она вообще никак не завязана на какую-то коммерческую составляющую, если вам есть что рассказать, если вы видите свой профессионализм, давайте явим его миру, мы с огромным удовольствием будем с вами работать и в эти новогодние праздники тоже. вот, собственно, спасибо вам за вашу поддержку в этом году, спасибо, мы будем стараться работать для вас, я хочу пожелать вам в следующем году не просто мира, не просто благополучия, не просто стабильности, делается в том, что вы делаете безумно важное дело, безумно важное дело, вы делаете людей счастливыми, с начала пандемии люди, которым нужен свой дом, это особая аудитория, люди не просто ищут что-то лучшее, они очень часто уходят от худшего, и мы очень рады возможности быть вам полезным и им полезным. Спасибо вам еще раз, с наступающим вас Рождеством, с наступающим Новым Годом, давайте контакты наши мы еще покажем, там есть мой напрямую, кому нужно, обращайтесь, я и телефон свой дам, звоните, пишите. Я мечтаю о том, чтобы все было хорошо, я мечтаю о том, чтобы в мире был мир, я мечтаю о том, чтобы все было с улыбками, позитивно, в последнее время, к сожалению, бывает реже, в общем, заговорился, но час проговорил, встретимся с вами в Новом Году, а те, кто захотят информационно посотрудничать, давайте прямо в этом, всем жму руку, всех поздравляю, прианру, прианинфо, и вся наша команда, ри богу, ребята пашут 24 на 7, и коллегам моим тоже огромное спасибо, люблю вас, до встречи с вами через 30 секунд, а с теми, с кем общались на вебинаре, в этом году и в новом, спасибо вам с новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,